Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Думской рабочей группы По совершенствованию пенсионного законодательства Эта группа создана в Государственной Думе По предложению президента Российской Федерации Потому что много вопросов Еще осталось нерешенными И на этой встрече Как раз и принимал участие наш руководитель Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Ильич Шмаков О чем шла речь? Да, речь шла как раз о той работе Которую необходимо сегодня завершить По совершенствованию законодательства Но я бы все-таки, наверное, начал с 20 февраля Наши обращения все-таки В отношении несправедливости Начисления пенсии Они тоже услышаны И президент Российской Федерации Вчера в своем обращении Как раз заявил о том Что нужно эту несправедливость Устранить Как механизм? Пока понять сложно То есть мы говорим о том Что сложилась такая ситуация Когда людям стали начислять Не исходя из прожиточного минимума А там свыше И поэтому вот сейчас Главное-то не то, что даже Что Владимир Ильич правильно позицию озвучил А какой механизм будет выработан По результатам вот этого предложения Президента Российской Федерации И какое доначисление Каким категориям пенсионеров будет осуществлено На самом деле надо, наверное, поподробнее Немножечко рассказать Вот об этом вчерашнем случае Я так поняла вчера Из речи Владимира Путина Что люди получали пенсию Которые ниже определенного уровня У них была доплата Вот А учитывая индексацию Учитывая индексацию Их пенсия выросла И они вот этой вот доплатой Получается лишились И было много обращений по этому поводу И Путин вчера пообещал Что все пересмотрят И люди доплату свою получат все-таки Вот об этом речь и была Потому что О том, как было несправедливо Еще раз говорю Очень важен механизм Принятия решений То есть абсолютно позиция правильно озвучена Что Ну тысяча многим обещалась А получилось как получилось И поэтому в результате Вот этого доначисления Что это будет Каким образом Будет этот вопрос осуществляться Будем сейчас смотреть Контролировать Ну и естественно Формулировать свои предложения Но я тогда все-таки Вернулся бы сейчас К 19 февраля И предложениям Михаил Кутерич их озвучивал И на нашей встрече 18 февраля и 19 На Думской рабочей группе Ну во-первых Он сказал о том Что все-таки Пенсионное там Изменение пенсионного законодательства Он всегда не называет Слова пенсионная реформа Он не считает Что реформа проведена Это было только изменение возраста Реформа нужна Пенсионная Мы говорим о том Что реформа нужна Нужна внятность Там в решении вопроса Связанных с начислением И выплатой пенсии Так вот Какие предложения Это вопрос Связанный с пенсиями Пенсионным возрастом Северян Он не лишен Сегодня Вот этими Изменениями законодательства Проблема Накопительных пенсий Тоже выплаты По ним заморожены Но отчисления По-прежнему Оплачивают работодатели За своих работников Что с ними Куда И куда Какие вещи Главное Как они вернутся Потом Далее Появилась информация О формировании Так называемого Индивидуального Пенсионного капитала И у нас исполком Уже Федерация Независимых профсоюзов Россия отреагировала Выступила категорически Против Вот Этой реформы Потому что Это опять Формирование Безработника Какого-то капитала Которое непонятно Куда еще будет Формироваться И что-то делаться То есть Это уже Тоже такое решение Имеется Дальше Это вопрос Все-таки Понимать А кто же Собственник страховых Взносов Профсоюзы считают Что собственник Страховых Взносов Это работник А раз работник Значит он Имеет право Управлять Этими взносами И Михаил Викторич Маков Предлагает Ввести Трехстороннее управление В Пенсионном фонде Российской Федерации Чтобы это были Работодатели Работники И Соответственно Представители власти И уже На вот этих Началах Соответственно Вот Трехсторонних Можно было бы Уже принимать решение И об управлении Пенсионного фонда И соответственно Это стабилизировало бы Ситуацию Потому что Позиции правительства Они меняются А пенсионное законодательство С нашей точки зрения Должно быть стабильным И Сегодня Человек Который платит взносы Должен понимать Как он будет Выходить На пенсию Ну я Свою личную позицию Еще хотел бы Озвучить Я ее озвучивал На заседании Генерального совета При участии Руководителя Пенсионного фонда Товарища Дроздова Да Которая звучит Следующим образом Давайте Сделаем пенсию Понятной Для людей Сегодня Сегодня это высшая математика Даже этот самый Лего какой-то Совершенно непонятно Мне своих двух образований Не хватает И понимать Как моя пенсия Будет завтра начисляться Потому что Вот этих всех нюансов Сделано столько Но самое главное Как сделать так Чтобы она была больше А не меньше Согласен Есть же определенные механизмы Очень важно Что сегодня Поддержал позицию Михаила Актуальевича Шмакова Глава Российского союза промышленников Предпринимателей Александр Шохин Он тоже считает Что Не надо переводить Форму Пенсионного фонда В казенные учреждения У меня сегодня Такие разговоры ведутся А это должен быть Все-таки Институт Который соответствует Статусу Публично-правовой компании Ну а публично-правая компания Она должна управляться Соответственно Таким же образом Поэтому вот Позиции Профсоюзов Остаются Реформа не проведена Реформу нужно проводить Реформу нужно проводить В интересах граждан И двигаться в этом направлении Всем институтам Которые сегодня Заинтересованы В решении этой задачи Как депутаты Реагировали на предложение Ну Депутаты сказали По индивидуальному Допустим Пенсионному капиталу Что еще Такого законопроекта Нет Но мы понимаем Что иногда Он появляется Крайне быстро И среагировать На него бывает Крайне сложно Но позиции Были хотя бы Обозначены Услышаны Депутатами Которые принимали Участие в заседании Данной рабочей группы Но мы пока не знаем По какому плану Будет развиваться Эта история Вот озвучены предложения Путин озвучил Свою позицию Дальше Кто будет разрабатывать Этот механизм И в какие сроки Будут решены задачи Не ясно Ну обычно После послания Президента Появляется план По исполнению Послания президента Российской федерации И там уже Определяются И сроки И исполнители И все что с этим связано Поэтому сейчас Будем ждать Этого документа Который тоже будет В источниках публичных Обнародован И там уже будет Ясно и понятно Кто когда И каким образом Надо сказать Что вот Мы сейчас говорим О поездке Нашего гостя Романа Береснева Руководителя Федерации профсоюзов Кировской области В Нижний Новгород Где состоялось Заседание Ассоциации Совета Профсоюзов По ПФО 14 федераций Там присутствовали Какие Кроме этого Вопроса Еще Ставились Задачи И какие вопросы Поднимались Да Нам было Очень важно Встретиться С полномочным Представителем Президента Игорь Натальевич Недавно Приступил К исполнению Своих обязанностей Сейчас у него Уже сформировалась Команда Появились Заместители Которые Курируют Основные блоки Вопросов И очень важно Это была встреча Вот с политической Точкой зрения Почему Потому что Во-первых Профсоюзы Встречались С каждым Полномочным Представителем Президента И обозначали Направление Векторы Развития Во взаимодействии Сейчас эти векторы Тоже Определены То есть Подчеркнуто Что мы продолжаем Действовать На основе Трехстороннего Окружного Соглашения Которая Которая Была Подписана Предыдущим Руководителем Очень важно Что одобрена Практика Которая Сложилась Уже Во взаимоотношениях Но Кроме Одобрения Мы говорим Все-таки О неком Развитии Сегодня Возможности Взаимодействия Между Полномочным Представителем Президента И Профсоюзным Движением Привозского Федерального Округа Поэтому Мы договорились На постоянной Основе Обмениваться Оперативной Информацией О различных Напряженных Ситуациях В трудовых Коллективах Если есть Где-то Массовое Сокращение Рабочих Мест Задержка Выплаты И низкий Уровень Заработной Платы Грубое Нарушение Трудового Законодательства Это касается Любых Предприятий Или только Грубых Любых Предприятий Ну конечно Мы в большей степени Мониторим Сегодня Те предприятия Которые Имеют Первичные Профсоюзные Организации Вот буквально Там сейчас Разговор До заседания Вчера Состоялась Комиссия Которая Рассматривает Вопрос Сложного Финансового Положения Ряда Предприятий Оборонной Промышленности Так вот Есть позитивные Подвижки И по Молоту И по Нововятке Это вот Информация Председателя Российского Профсоюза Работников Промышленности Андрея Ивановича Чекменева В чем они будут Заключаться Я думаю Что Андрей Иванович Может быть На следующей неделе Пока вот мы Договариваемся Возможно Появится И будет Здесь В Кировской области Да И Может быть Он более подробную Информацию Расскажет По телефону В рамках Телефонного звонка Сложно было Кратко Эти вопросы Обсуждать Поэтому Вот это движение Там Когда профсоюзы Поднимают вопросы На Общероссийский И окружной уровень Не остаются Далее Мы договорились О том Чтобы К нашей деятельности Привлекались И руководители Территориальных Подразделений Федеральных Органов Исполнительной власти Если вот такие Ситуации Возникают Ну У нас конечно Нормальное взаимодействие В регионе Сложилось И с блоком Силовых структур Где мы там Сегодня Отслеживаем ситуацию Вот Допустим Тяжелый случай Был у нас На одной из строек Когда Двое работников Погибли Летом Прошлого года Сейчас мы видим Что до приговора Дело дошло Значит Это Для нас Очень важно И вот Сегодня как раз Проходит Круглый стол По охранам труда В сфере строительства В федерации профсоюзных организаций Мы людей Более активно Начали учить Этим всем вопросам Заинтересованность Они сами приявляют Так что Движение тоже В этом направлении есть Мы сейчас прервемся На полминуты Роман Береснев В нашей студии Руководитель федерации профсоюзов Кировской области Вернемся После небольшого перерыва Роман Береснев Руководитель федерации профсоюзов Кировской области В студии Дневного разворота Мы продолжаем разговор По заседанию Совета профсоюзов Приворского федерального округа Которая вот только что Завершилась В Нижнем Новгороде Мы прошли Все ли основные пункты Отметили или есть еще что сказать Нет мы сейчас договорились Еще о чем То есть в текущем Вернее в минувшем Восемнадцатом году Появился новый указ президента О национальных целях И стратегических задачах Развития России На период до 2024 года Но у нас уже заключено Трехстороннее соглашение С правительством Но у нас правда Последний год Выполнение трехстороннего соглашения Так вот Говорится о чем Что мы договорились Что в трехстороннее Региональное соглашение Нужно вносить поправки Исходя вот из данного указа Президента И в принципе Сейчас будем работать С областной трехсторонней комиссией По решению Данной задачи Ну и Здесь Вот очень важным пунктом С нашей точки зрения Это является Взаимодействие На уровне Регионов У нас Сложилось Конструктивное взаимодействие С губернатором области Законодательным собранием Но это Везде Не у всех коллег Эта ситуация И Пунктами протокольного решения Указано В частности Активно Высшим должностным лицам Взаимодействовать С профсоюзными Организациями Решать вопросы Связанные С Не допускать Задолженность По заработной плате На предприятиях Организациях Привозского федерального округа Проводить свои Личные встречи С профсоюзами Но еще раз говорю У нас Взаимодействие налажено Я как раз Выступая Мне была Возможность такая Предоставлена Среди четырех Коллег Как раз Отмечал Что есть у нас Нормальные Там сегодня Наработки Но призывал К более активному Вот всем Форматам Взаимодействия Потому что Все-таки Ощущение Там Люди работающие На предприятиях Организациях И власть Разрыв Тем не менее Чувствуется Особенно В муниципальных Образованиях Это правда Кировского Поэтому В общем и целом Я думаю Что Предложения И мои были В том числе Услышаны В рамках этих вещей Но и то Что протокольное решение Практически сразу Было подписано И особо Каких-то Дополнений Не вносилось И оно уже Сейчас в работе Это тоже Говорит о Хорошем И качественной Системе Взаимодействия Я напомню Что Профсоюзы Кировской области Активизировались Очень в 18-м году Конечно Это связано Было в том числе И с проведением Пенсионной реформы Которая не реформа По мнению Профсоюза Но требуется И здесь В нашей студии Были представители Бюджетных Направлений Были учителя Были медики И они очень открыто И резко Достаточно Выражали свою позицию И я знаю Что Сейчас возьмем Частные моменты Я знаю Что продолжаются Встречи С трудовыми коллективами Разных направлений В частности Давайте разберем Случай Вообще Историю Которая сейчас Развивается И дискутируется Вопрос по объединению Колледжей культуры Мы так объединяем Уже в СМИ Эту тему Три колледжа культуры В городе Кирове Опасаются сотрудники Что в результате Что будет объединение Это первое Во-вторых Что в результате объединения Будет сокращение Рабочих мест Это второе Третье Что непонятно Будет Как проводиться Образовательная политика В этих учреждениях Не потеряется Ли уровень Который дают Образование В этих учреждениях Не ухудшится ли Условие труда Не ухудшится ли Условие труда И ситуация такая Что представители Колледжа Казенинского Например Колледжа музыкального Они написали письмо Господину Гергиеву Они приходили Тоже к нам на эфир Они Вот буквально сегодня В общественной палате В три часа Снова будет встреча Членов общественной палаты С этим колледжем Была закрытая встреча Закрытая встреча Не было там СМИ Министра культуры Татьяна Мазуров С представителями Колледжа культуры И несмотря на то Что активно заверяют власти Что не будет сейчас В данный момент Объединения Переселения Сокращения Вопрос этот не утихает И у нас Ну потому что Светлана Татьяна Мазуров Ведь она подтвердила В нашем эфире Что действительно Какие-то расчеты ведутся Сделать не сделать Выгодно не выгодно Да Задача оптимизации стоит А слово оптимизация Для нас для всех Это страшное слово Да мы боимся Это вот меч Роман Александрович Обращались ли к вам Обращались ли к вам Сотрудники колледжа культуры Если да То с какими вопросами Ну Светлана Знаете Вы в переписке В этой находились Да Обращение соответственно было Я очень быстро Отреагировал Там областная Наш профсоюз Работников культуры Надежда Николаевна Хитрина Провела И организовала Там такую встречу 13 февраля И представители Как раз Колледжа музыкального Искусства Имени Казинина Были на данной встрече И они как раз Ну вот в общем Все те же позиции Говорили То есть Есть ли вопрос Связан там С объединением Это вопрос все-таки Учредителя Как мы считаем Вопрос сокращения кадров Ухудшения условий труда Это наш вопрос Мы их взяли На очень плотный контроль И я думаю Что будем взаимодействовать В рамках того Чтобы не ухудшились Ни условия работы Сегодня Педагогов Данного колледжа Не проведены Какие-то вопросы Связанные Вот как вы называете С оптимизацией Да у нас Оптимизация Слово-то оно правильное Оптимизировать Некоторые процессы Процедуры необходимы Но когда оптимизация Равно сокращение Это абсолютно не У нас просто Оптимизация Называют процессы Которые не всегда Благоприятны для людей Вот я говорю Что это неверно Неверно Надо оптимизировать И увеличивать И сегодня Мы об этом говорим Вот как раз Педагоги Например Сегодня встречаются Там Встретились уже С Дмитрием Санычем Курдюмым Очередная встреча Уже Там В рамках взаимодействия Проходит И обсуждали Наш профсоюз Работников образования Педагогические работники Как раз Образование И вот обсуждали Вопросы связанные С оплатой труда В сфере образования Какие сегодня Перекосы Какие проблемы Много очень вопросов было Какие например Вопросы Вы там были? Да я там был Расскажите пожалуйста Вопросы связанные С выплатой Сельских Так называемых Для педагогов Наших школ Выплаты За классное руководство За проверку тетрадей То есть кое-где Эти выплаты Оптимизированы Опять же хотел бы так Отметить Но оптимизированы Почему? То есть в прошлом году В сентябре Увеличилась окладная часть Для педагогов школ Для исполнения указов президента Не совсем Здесь нет такой жесткой позиции Вот именно по окладной части Это наша позиция профсоюзов Дело в том Что когда оклад составляет Там где-то 40-50% От заработной платы А все остальное Это компенсационные Стимулирующие выплаты С нашей точки зрения Это неправильно А почему Роман Александрович Неправильно Давайте людям объясним Вот с оклада Рассчитывается что? Больничный Рассчитывается с оклада Или из всех Вместе выплат Там отпускные А почему вы считаете Что это неправильно? Нет, еще раз Это гарантированная часть Которую работник получает Получает всегда Да, ему гарантированно Это уже государство Когда это там 30-40-50% Гарантированная часть Государства А все остальное То ли выплатят То ли подумают Это тяжело, конечно Это неправильно Мы говорим о том Что 70% Должно это быть Не меньше Сегодня цифра прозвучала На этом встрече Что 75% В общем фонде Оплаты труда Составляют оклады Педагогических работников Это неплохо Но когда принималось решение Да, оно там Плюс появился В фонде оплаты труда Но естественно Это было сделано За счет того Чтобы Несколько сократились Вот эти Стимулирующие Прежде всего выплаты Которым относятся Выплаты для И сельских педагогов И вопросы Связанные Вот там С проверкой тетради И с классным руководством Сейчас вот Вопросы как раз Обсуждались О том Что надо все-таки Эту ситуацию Дальше развивать Чтобы эти Стимулирующие выплаты Сегодня тоже увеличивались Увеличивался Фонд оплаты труда Для педагогических работников Разбирались Конкретные ситуации То есть Приятно Что там Руководство В виде Дмитрия Саныча И Ольги Николаевны Рысевой Подошли С цифрами С конкретными И сразу на цифрах Обсуждали Вопросы По конкретным ситуациям Конкретных районов Что-то взято на контроль Что-то было Отвечено сразу Но тем не менее Это постоянный Процесс работы Который будет Продолжаться Я наверное Предложил бы В этой ситуации Там может быть Одну из следующих встреч Посвятить как раз Разбору этих вопросов Пригласить и представителей Министерства образования И профсоюзов Работников образования Профсоюзы-то к нам ходят А вот министерства образования нет Ну тогда профсоюзы Мы готовы Собственно Но мы попробуем В очередной раз Мы подадим как было велено В определенном документе На официальном бланке Запрос Роман Александрович Встреча с министром культуры Если мы возвращаемся К теме колледжей Татьяна Мазур Была у вас Или запланирована встреча? Мы разговаривали на эту тему То есть Министр уверил о том Что объединение Не предполагается Что на сегодняшний день Вопросы эти Действительно Просчитывались Но решений Каких-то конкретных В этой ситуации Не возникало Не знаю Как бы там По разному Информация разная идет В этих вещах Вопросах говорят Что расчет все-таки Показал Что цифры потребуются Больше Даже чем В вопросах Связанных С раздельным Функционированием Сегодня отдельных Учреждений Не знаю Дороже обойдется Так или не так Это не Данные Татьяны Сергеевны А данные Немножко других Наших источников Информации Поэтому Вот конечно Тогда вообще Смысла никаких Нет сегодня Начинать Вот такой процесс Который потребует Увеличения Но если это увеличение Там в пользу работников Если люди будут Получать больше Вот преподавателей Колледжей И всего остального Работать в лучших условиях Да Работать в еще лучших условиях То мы готовы Наверное Эти вопросы обсуждать Потому что Ну Здесь не сама цель Учреждения Не учреждения Вопросы о том Что делает Вот это Там подразделение Либо учреждение И как люди работают Чтобы не было сокращений Чтобы действительно Продолжали готовиться Высококвалифицированные кадры И очень нам бы хотелось Чтобы была бы Действительно Хорошая программа Региональная Чтобы эти кадры Сохранялись На территории нашего региона О чем договорились К чему пришли Вот в какой В каком сейчас режиме Вы будете отслеживать Вот этот вопрос По колледжам культуры Работники Имеют Постоянное право Контактов с нами Мой телефон им известен Телефон Надежды Николаевны Руководителя обкома Работников культуры Хитриной Также им известен Поэтому они естественно Сразу отреагируют И могут в любом Оперативном режиме Там Нас Проинформировать О том что происходит Но мы договорились С Татьяной Сергеевной Что если какие-то действия Будут происходить То в общем и целом Мы тоже будем в курсе Сейчас прервемся На полторы минуты У нас реклама Поговорим про судьбу Особняка Левицкого Это имущество Профсоюзов Кировской области И поговорим Про год молодежи Молодежи Молодежных Год молодежи в профсоюзах Год молодежи в профсоюзах Кировской области Мы открыли сами для себя Потому что так-то вроде как Год театра Решили в нем Будем разбираться Роман Береснев Руководитель федерации Профсоюзов Кировской области В гостях Дневного разворота Мы поговорим сейчас О судьбе Особняка Левицкого Почему Роман Александрович Удивился Но надо понимать Что Особняк Левицкого Это не просто Имущество Профсоюзов Это здание Которое является Своеобразным символом Вообще Нашего города Одно из немногих Сохранившихся Прекрасное Историческое Красивое здание Которым любуются И горожане И приезжающие И горожане же Кстати говоря Беспокоятся И в социальных сетях Я видела вопросы Что будет с особняком Мы помним Что был один арендатор В свое время Там была кофейня Чудесная И сад И сад И замечательные залы И закрылась эта кофейня Пару лет назад В 16-м В 16-м Или в 15-м даже Боже мой Как время бежит И с тех пор Он пустовал Естественно Нет Появлялись разговоры Что арендаторы найдены И делают ремонт Но мы с тобой Тут я ехала И видела Что снег Сбрасывают С крыши актив Снег мы сбрасываем С крыши Вне зависимости От наличия Или отсутствия Арендаторов Мы выполняем Предписания Которые там Нам дают Городские власти Что сейчас С особняком Левицкого Значит весь прошлый год Я потратил Я потратил на то Чтобы найти Единого ориентатора Который мог бы Его использовать Либо под точку Общественного питания Либо под хорошие Красивые офисы С использованием Неземельного участка Были долгие переговоры С теми Кто занимается Общественным питанием И с различными Офисными вещами С медицинскими клиниками Но в общем и целом Наши условия Никого сегодня Не заинтересовали Хотя стоимость Ирендной платы Невысокая Связано это С очень простыми вещами Первое Это отсутствие парковки Которая у нас там Нет Второе Это связано Все таки С возрастом Этого здания Которое так или иначе Совсем не молодым Является Хотя состояние Я считаю Что очень неплохое Поэтому В общем-то Было принято решение В конце предыдущего года О том Что по частям Это здание Может сдаваться Наша задача сегодня Чтобы здание Было в хорошем состоянии И мы Выделили Дополнительные финансовые средства Из бюджета Федерации Профсоюзных организаций На ремонтные работы По данному зданию Сейчас мы двигаемся По двум основным позициям Это работа Совместно с арендаторами И своя работа Которая Так или иначе Должна проводиться По обустройству Данного объекта В конце прошлого года Заехала уже первая организация Это второй Третий этаж Это экспертная организация Которая занимается Различными видами Товароведческой Автомобильной Строительной экспертизы Неоэкспертиза Называется Первый Цокольный этаж Здания Сегодня Там тоже Завершаются Ремонтные работы В ближайшее время Там будет Работать зоомагазин Остается первый этаж Поэтому Уважаемые арендаторы Очень хорошие Залы первого этажа Обращайтесь Федерацию профсоюзных Организаций Кировской области 38-52-54 Да Мы готовы С вами поработать И по разумным Ценам Для центра города Сдать вам Вот эти Замечательные Красивые Залы Под Ваше Помещение Одна минута реклама А что будет с садом? Вот Следующей Задачей Будет Как раз Решение Этого вопроса Мы постараемся Все равно В любом случае Привести его В порядок Вне зависимости От того Кто и как Будет Если это будет Как-то связано С теми Организациями Которые будут Там работать Ну это хорошо Если нет Ну мы будем Значит там Его благоустраивать Самостоятельно И Чтобы Это Оставался Ну Оазисом Красивой Растительности В центре Нашего Старинного Вятского города Но в целом Все таки Подвижки хорошие Хорошо что есть Орендаторы Почти на все площади Кроме первого этажа Действительно Это старинное здание Действительно Его необходимо Поддерживать Там постоянно Осуществлять Какие-то Реставрационные работы Вот этой Орендной платы Которая сейчас Возникнет В связи с Орендаторами Вам хватит На его содержание Или все таки Это затратное здание Нет Конечно Хватит Я думаю Что здесь Однозначно Мы будем Работать таким образом Чтобы это было Достаточно И на Это в общем-то Направлено на всю деятельность Да И вот Почему аренды Нам все предлагали Мы готовы купить Купить Да Продайте Но при том Там деньги предлагают Всегда Не очень большие В общем Позиция Моя лично Как представительная федерация Именно такая Что До меня в федерации Много чего продавалось Мне кажется Не совсем правильно Сегодня действовать Именно таким же образом Не так много объектов У нас осталось Более правильно Эффективно И гармонично Использовать Эти объекты Исходя из их возможностей Из их исторического Иного характера Поэтому мы будем Двигаться В этом направлении Сколько всего Сейчас объектов Владения профсоюзов В городе Кирове В Кирове В Кирове Четыре основных объекта Это здание По московской 10 В котором находится Федерация профсоюзных организаций Вот здание Кофейни на Карла Маркса У нас есть Примерно 25% Помещения То что мы называем Гостиницей Интурист Сурикова 19 И у нас гаражи Есть на Калинино Там где раньше Располагался Учебный центр профсоюзов А сейчас находится Здание Первомайского Районного суда Вот там гаражи За Первомайским судом Как раз собственность Тоже федерации Профсоюзных организаций Вот наш объект И еще остались А ну и далее Там у нас есть еще Гостиница спутник Но она видите Как бы там Не на балансе федерации То есть это все таки Отдельное юридическое лицо Ну так или иначе Он сейчас Однозначно Эффективно функционирует И в пользу Федерации профсоюзных организаций Приносит Доход от своей деятельности Притом мы продолжаем Заниматься В том числе И обустройством Данного здания Как внутри Так и снаружи И будем надеяться Что в этом отношении У нас тоже получится Очень все правильно И эффективно К молодежи переходим Не так много времени Год молодежи Профсоюза В Кировской области Оказывается идет Вот уже идет 2019 год Ну надо понять Почему объявлен Этот год Годом молодежи Профсоюзов Какие цели Вы преследуете Задачи ставите Мероприятия планируете Профсоюзов Одной из основных Таких серьезных задач Всегда остается Уровень своего Профсоюзного членства Профсоюзное членство Откуда брать То есть естественно Есть один понятный ресурс Который Там Все равно формируется И периодически Там появляется Это молодежь Которая приходит работать В организации Предприятия И соответственно Вот сейчас Как раз Беру свой статистический Отчет По итогам 2018 года Треть у нас сегодня Где-то порядка 35 тысяч человек От общего числа Членов Профсоюзов Это молодежь До 35 лет Ну здесь еще и студенты У нас Высших и среднеспециальных Учебных заведений Тоже присутствуют В этой численности Поэтому треть Треть профсоюзов Это молодежь И мы видим Этот ресурс Который В общем-то Тоже хотим Активно Использовать И мы Такое вот Направление Как Вот И политическое решение Что это должен быть Год к годам Молодежи Приняли у себя В федерации На заседании Совета федерации Профсоюзных организаций И действуем Исходя вот Из этого положения Ну в частности Вот мы Уже сегодня Являемся новатором Сейчас уже Некоторые федерации Подхватывают Грантового конкурса Молодежных инициатив В профсоюзных организациях В прошлом году Мы первый грантовый конкурс Провели Сейчас вот Должны Положение доработать И 28 февраля На заседании Президиума Принять второе положение По грантовому конкурсу Уже на 2019 год А гранты выделяет кто? Федерация профсоюзных организаций Мы как раз Среди своих Да Среди своих же Областных организаций Этот грантовый конкурс Проводим И очень интересные Проекты Появляются Ну в частности Вот у нас очень активно Действует совет Молодых педагогов При областном Организации Профсоюзов Работников образования Ну для чего он нужен? Вот чтобы Молодой человек Пришедший Работать В школу Особенно там В районах области Чтобы он там Не чувствовал себя Совсем Оторванным от жизни Оторванным от жизни Чтобы он был включен В общественную жизнь Вот благодаря такой форме Как советы молодых педагогов То есть дополнительный Советы молодых педагогов Вот эти поездки По районам Работа с ребятами И создание Дополнительных советов Было одним из проектов Допустим Областной организации Профсоюзов образования Профсоюзы Работников Агропромышленного комплекса Они сделали ставку На агитбригады Как традиционную форму работы Но весьма интересную В современных условиях Их молодежь Вот защитила Такой Грантовый проект Слушайте Очень интересно На чем они перемещаются Теперь эти агитбригады Очень творческая задача А вот это Это задача Которая решена Сегодня с органами Местного самоуправления И там действительно Это все создано Отработано И результат Мы тоже на сегодняшний день Поэтому такие интересные Грантовые инициативы Молодежи Поддержать Мы считаем правильным Притом Я опять же Думал Первый конкурс Сколько инициатив Это будет В общем Примерно 2,2 заявки На одно грантовое место Мы получили Это я считаю Очень неплохой результат А с учетом Развития Вот этой темы В текущем году Это будет дальше Очень правильно Люди увидели Что вы уже деньги дали Проект уже реализуется У людей появляется Желание И дальше Мы тоже будем Учить молодежи Сейчас у нас Как раз проходит Интерактивная Образовательная площадка По обучению Написанию грантов То есть Это тоже Как бы направление Надо молодежи показывать Как в гранте участвовать У нас сегодня все И окружные И федеральные проекты На гранты ориентированы То есть Чтобы молодежь Профсоюзная Тоже в этом Активно принимала участие Мы вот Тоже такое направление делаем Кстати Вот у нас В прошлом году Один из наших Активистов Молодых активистов Принял активное участие Деловых игр Профсоюзная школа Проектирования Будет продолжать работать То есть Здесь Мы вот Хотим В рамках этого года Наработать методики Что нужно говорить Современной молодежи Как с ней нужно общаться В плане того Чтобы она все-таки Повернулась лицом И более активно Вступала В профсоюзы Кировской области Отдельно Вот еще Тоже один из Проектов Это взаимодействие Советом среднеспециальных Учебных заведений Совет СУЗов У нас такой Есть студентов СУЗов Извиняюсь И вот В рамках Деятельности Этой структуры Мы там Активно Начинаем Внедрять Идеи Профсоюзного движения И ребята Сегодня В среднеспециальных Учебных заведениях Объединяются И вновь Создают Первичные профсоюзные Организации И мы Этому рады Мы тоже Этому рады Потому что С СУЗами Большая проблема И с программами Которые сейчас Там существуют И с подготовкой И с специалистами Которые на выходе Получают работодатели Потому что Они жалуются постоянно Что Не заинтересованные Выпускники СУЗов Приходить в итоге По специальности Работать И устарела база На которой их готовят Поэтому то что Профсоюзы заходят в СУЗы Мне кажется Это очень интересно Поскольку Среда Молодежная Среда молодежная Которая обучается Там люди Они должны быть активными У них должны гореть глаза Они должны проживать Эти несколько лет И в СУЗе С удовольствием И с пониманием Того Что они делают И как они живут И чему они обучаются Может быть И это движение Профсоюзное Переломит Как-то ситуацию Потому что по СУЗам Очевидно Нужна реформа какая-то Мы давно уже говорим Об этом Роман Александрович Устами наших гостей Работодателей Что здесь Большая проблема Но никак Все вокруг этой темы Тоже ходим-ходим Но никак не складывается Работодателям Я всегда в этом отношении говорю Но вы участвуете В этом процессе Не только через разговоры А через конкретные действия Если есть четкая связка Образовательного учреждения Среднеспециального Профиля С предприятием То есть конкретный результат Этого взаимодействия Ну потому что Всегда предприятие может сказать Мне через три года Нужны специалисты Такие-то Такие-то Вот такого уровня подготовки Кто хочет Вперед Нет Тут сказать мало Сказать мало Нет Еще раз Сказать мало Я согласен Абсолютно Я не про специальности говорю Давайте там Просто возьмем Одну из тем Которые совсем недавно Обсуждали Лесопромышленный колледж И кого и как Что мы на сегодняшний день Имеем в технику В лесном хозяйстве Техника сегодня Современнейшая Сможет ли он Сможет ли он Когда-то Эту технику Себе приобрести Скорее всего Нет Потому что Это многомиллионное Долларовое Или евро В евровложение Роман Александрович Я про это и говорю То есть если предприятие Заинтересовано Оно может Студентов Уже к себе забирать Еще одна Ну я понял Что это была Следующая тема Я начал разговор Прекрасная Совершенная тема Благодарим Романа Береснева Руководителя Федерации Профсоюзов Кировской области Дневной разворот На этом завершен Анна Лапшина Прощается с вами А Светлана Занько Вернется в особом мнении Через 20 минут Продолжение следует...